Итак, про регресс. Много вопросов, много страхов. Что ты делаешь с людьми? Что ты их там замораживаешь, заколдовываешь, раскрываешь все тайны? Этот регресс – это специально поставленные вопросы, с помощью которых человек погружается в свои воспоминания. Это такое немножко состояние, может быть, трансом можно назвать. Но, друзья, состояние транса можно не бояться, потому что мы в состоянии транса пребываем по 20 раз в день. Помните такое состояние, когда вы ехали на машине, а по определенным путем, один и тот же, до работы домой, и вы думали о чем-то параллельно, что я буду делать вечером, куда мы поедем завтра, как мне ответил муж. Это уже состояние транса. Поэтому в этом состоянии я задаю правильные вопросы, я вывожу человека на воспоминания, воспоминания о его прошлом. Друзья, тело помнит все, поэтому мы обращаемся к телу. Вот прям классная штука, параллельно вот здесь так передвигается, друзья. Это наш кироскифар, это наш саптывкар. Вот, и я продолжаю тему. И в этих воспоминаниях я специалист. Могу изменить ваше ощущение жизни. Если там маленьким ребенком вы испугались, вы запереживали, вы там, что-то произошло такое, что вы не справились с маленьким ребенком. Но сейчас вы взрослый человек. И я помогаю вам преодолеть ту ситуацию в детстве. Давайте возьмем простую историю про... Я испугалась собаки в детстве. Она выскочила на меня, залаяла. С тех пор я боюсь собак. Действительно, когда ты маленький и большая собака... Все собаки кажутся большими, правда? И все, что с собакой произошло, было страшно. Но когда ты сейчас взрослый, ты можешь адекватно отреагировать на это. Можешь не ходить по той улице, можешь знать, где есть собака, и туда просто не ходить. Поэтому мы вместе возвращаемся в тот момент, когда ты испугался или ты испугалась, и меняем эту ситуацию на другую, более позитивную. Да, выскочила собака, но я могла спрятаться, я могла заранее пойти с кем-то за руку. Я эту ситуацию переверну в просто опыт. И с этого момента это не травма, это просто опыт, который вы получили в детстве. И возвращаясь сюда после такой встречи, собака для вас уже не представляет опасности. Вы спокойно смотрите на собак, может быть даже вы заведете себе классную маленькую собачку. Субтитры создавал DimaTorzok,